Сотрудники полиции еще раз напомнили о мерах безопасности при дистанционном мошенничестве. О самых популярных способах обмана с помощью мобильной связи и интернета рассказали начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкий Евгений Романцев и начальник отдела по борьбе с мошенничеством Валерий Жуков. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодняшний день мошенники реально увеличивают свои способности. Конечно, мы работаем, выявляем ряд таких преступлений, задерживаем этих мошенников. То есть это люди, которые поглотились в информационную технологию, которые покупают большие компьютерные программы для того, чтобы золотить нашими деньгами. Несмотря на все применяемые профилактические меры, дистанционное мошенничество остается одним из распространенных видов преступлений. Зачастую злоумышленники действуют по одному и тому же принципу. Они представляются работниками банка или сотрудниками полиции. Люди иногда бывают в сутки, берут по пять, по шесть кредитов. Ну, в общем, в каких банках одобрили, в тех и возьмут. Поэтому хотел бы, чтобы предупредить наперед. Естественно, сначала нужно позвонить близким знакомым, так? Это первое. Второе – обратиться незамедлительно в отдел полиции, дабы не допустить дальнейшего развития событий и не довести дело до преступления. В таких случаях полицейские настаивают, чтобы граждане не переводили деньги на неизвестные счета, не сообщали никому свои персональные данные и коды из СМС. Сейчас злоумышленники открыли новый метод мошенничества через портал Госуслуг. Убеждают о том, что злом Госуслуг граждане предоставляют свои пароли, СМС-ки поступающие и дневный телефон. А мошенники, которые вошли в личный кабинет потерпевшего, могут сами уже где-то оформить. То есть подать заявку на микрозайм, подать заявку в банк на получение какого-то кредита, займа и уже указывать сведения, куда нужно перевести деньги. Сотрудники полиции регулярно проводят акции, встречи с жителями и раздают листовки. Если вы столкнулись со злоумышленниками, немедленно обратитесь в полицию или позвоните по номеру 112. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.